так поехали включаем у красных богов набирающих силу есть уговор стылающих сводов великой арены решить свой спор вечно взирают они на сражение храня молчание свои гладиаторов в ног отправляя бой выбирай добро или зло не щади не жми пощады кто ты трус а может герой но когда ты пойдешь на твое место встанет другой слушай ну по мне это просто послушай первый куплет по мне абсолютно кстати нормальный трек людей часто сокол ассоциируется с не самыми приятными вокальными вещами но тут кстати Кипелова снесли просто мы часто обсуждаем что сейчас выходят треки у Кипелова они по сунграйтерству просто ну на дне там вообще ощущение что трехлетний ребенок составлял как бы гармонию и прочее а это вполне себе ну такой тип музла называем орломотиковой то есть когда знаешь там типа вот орлы мотики взлетай там давай ты не трус иди вперед то есть такой как бы хэви метал да но это как бы прикольно я сам такое музло люблю и этот трек по мне вполне вполне вваливает нормально там и касательно критики есть конечно на гитаре слышно такие моменты где быстро чика-чика-чика за эти часики они немножко по дабл треку разъезжаются но ну прям какой-то беды ржачи нет то есть мы обычно делим музло как бы на такие как бы категории что есть когда именно ржач как он не знает джимми пейдж уходит с гитары и он просто ничего не может это прям смешно есть просто как бы ну такое кринжеватое музло но не дико смешно есть просто нормально это абсолютно по мне обычно нормальное музло которое вполне можно как бы слушать и условно какой-то металлист может добавить себя в плеер и не париться пишут не ожидал что владимир нормастых сыграл красава да так и сам по себе материал нормальный студийный сокол более-менее да то есть он как бы здесь вполне себе попадает неплохо да добавлю что тональность мне пришлось для сокола поднимать с ми минора до ля минора чтобы ему комфортно пелось и на мой взгляд получилось хорошо потому что ему не слишком высоко не слишком низко и как раз в этом диапазоне он на мой взгляд опять же очень хорошо спел нормально звучит да не не смешно да просто ты про вечной жизни срак не знаешь да прикол этот нет потом ну там у него просто поскольку вокалисты часто модифицируют глаз и чтобы было проще проще петь и он немножко перебрался модификации у него в одной строчке есть типа для вечной жизни срок но он спел конкретно прям для вечной жизни срак а потом скинуть место да и с этого народ прям дико ржал да это мы мы пошли я понял я понял да и там прям я понял какой песни ты говоришь да да там для вечной жизни срак и с этого народ как бы сильно ржал да это закрепилось как и по поводу крепких тел накал даже там у него была фраза тоже народ смеется что такая знаешь как типа эти как они гачи муча там ли что это вот тут крепких тел накал да что мужики это металл там прочее а касательно томатов да история ну просто совсем вкратце то когда я подростком был один чел со мной так передружил что как бы ну в бане предложил скажем так его взять я говорю дурак что совсем он говорит неужели тебе не нравится моя попа как спелый томат и после этого я с ним естественно не взял эти томаты потому что я ну вот как бы это тема да тоже стала мемной по поводу этих томатов ну хотя эти он в принципе был обычный как бы гетеросексуально но видимо хотел попробовать все он там пробовал всякие грибы там и разные какие-то вещества и вот захотел видим попробовать и вот такие как бы такой опыт но я на него не согласился и поэтому мне эту историю просто рассказал да пожаловался что вот меня теперь просто если кто-то зовет в баню да то я в баню стараюсь не идти потому что мало ли может там снова кто-то томаты предложит и вот поэтому вот такая история про томаты